Итак, давайте коротенько молимся, да, помолимся. Боже Святой, спасибо Тебе за то, что Ты кормишь нас, спасибо Тебе, что Ты питаешь нас, Господи. Мы просим о том, чтобы Ты укрепил сейчас каждого человека, чтобы после этой еды, Господь, никто не заснул, чтобы слово, которое мы слышим, Боже, оно приходило в наше сердце, оставалось там и приносило свой плод. Мы благодарим Тебя, Боже Святой, и благословляем Тебя, благословляем Твое имя, Большей Мишуа Машейха. Амин. Амин. Итак, мы с Вами поговорили об ответственности, да. Есть Божья ответственность, и есть наша ответственность в том, что мы делаем с Вами, и том, как мы распоряжаемся теми финансами и теми ресурсами, которые Бог нам доверяет на это время, пока мы живем здесь с Вами на земле. Вы услышали это, да? Все, что у нас есть, оно дано до времени. Бог дал, Бог потом и заберет, когда мы уйдем в вечность. И передаст, кому Он посчитает нужным. И сейчас я бы хотел коснуться одного очень важного момента. Момента, который касается наших вообще подарков и даров, приношений. Вот, вот я, вот, место, куда приносят, да. Какие-то приношения, какие-то дары, нечто. И мы понимаем, что наши подарки, они умеют разговаривать. Вы знаете это, да? Нет? Неужели? Приходит муж и дарит жене цветы. Без слов. Этим что-то сказано? Да? Он же ничего не сказал. Приходит парень и дарит девушке кольцо с бриллиантом. Без слов. Это что-то значит? Да? Приходит ваш какой-то там старый друг и дарит вам не весь какой-то ерунду дарит вам на день рождения. Или вот в основном на день рождения вы пришли, да? А и дарите кому-то, ну, как говорят, ну, совершенное фуфло какое-то, да? Ну, какую-то ерунду. Чайный сервис, словом. Часы китайские. Да? О чем это говорит? О нашем отношении к человеку. И мы привыкли это понимать. Подарки, они имеют... Вот. Они умеют разговаривать. И когда мы хотим сделать, например, вот у человека юбилей. 50 лет, да? Что мы делаем? Мы приходим в магазин и мы говорим. Не-не-не, вот ему нельзя, вот сейчас это юбилей. Правда? Надо сделать подарок. И там открытка должна быть метр на метр. И так далее, и тому подобное. То есть подарки или дары, которые мы приносим друг к другу, они умеют разговаривать. Через подарки мы выражаем свое сердце. Согласитесь, правда? И девушка, которой подарили кольцо с бриллиантами и даже ничего не сказали, она очень сильно задумывается, что этим подарком сказано. Сколько это стоит? Она поймет это сразу. Ну, если не сразу, мама ей подскажет. Мама опытная в этом деле. Итак, через свои дары к Богу мы выражаем свое отношение к Нему. Запомните этот принцип. Это принцип. Через то, сколько сюда положено, мы выражаем свое отношение к важности того, на что идут эти финансы. Аминь? Аминь. Ее мама скажет, ты что в голове имеешь с каким-то встречаться? Оно тебе надо? Это какая у тебя жизнь будет? А он на тебя... Да, а ты... Он хочет... Помните, советское поколение знает этот фильм про Голохвастого. Как он называется? За двума зайцами. За двума зайцами. Так как, киевский этот самый, такой... Это у вас наши украинские. Это у нас наши украинские, но тут половина людей тоже вот. Половина, меньше. Это сарковый фильм. А? Это сарковый фильм. Да, он старый, старый. Но смысл в чем? Голохвастов, молодой франк, без денег, он решает жениться на богатой девушке. Страшной, да? Он ее пренебрегает со всех сил. Походу он влюбляется в бедную красивую девушку Галю, да? И он пытается, и он размышляет. И он говорит о том, что сирковый гроши, помните, да? Сирки это вот родители богатые. Говорит, мы их там выгоним, сделаем из их дома сарай для свиней, а сами будем иметь, там, ну, как бы у нас будет Галя-Краля, а эту, как бы там и так далее. Он, ну, совершенно его отношения с этой, как пронепрокоповной, да, ее звали, они были построены на абсолютно меркантильном уровне. И он делал ей подарки. Он пытался как-то там подъехать, как Франции, там, знаете, там, в моем сердце шкварчит огонь. Помните, он там рассказывал, там, такие баллады, и она говорит, эх, я думал, а то ваше сердце шкварчит, а то ж папироска шкварчала. Помните, да, вот такие? Вот. Ну, классика. И когда у него не получилось, он особо и не расстроился. Помните, он шел по Киеву потом, и говорит, ах. Нет отношений. Итак, наши отношения, вернее, так, наши дары, они показывают, какое есть отношение к тому, кому мы дарим. Аминь? Да, ребят, пожалуйста, мы все задержались, мы приложили усилия, давайте еще чуть-чуть усилия, не будем мешать этому. Азель голову завинчивает, когда мы ба-ба-ба-ба все время. Окей. Через свои приношения мы можем прийти к Богу и показать то, что мы имеем в сердце к Нему. Это было всегда так. Посмотрите, это пропитано в Писании. Вы помните, когда Давид переносил ковчег? Помните, да? Вы помните, что было тогда? Я когда читал, думаю, вот, мне даже сложно представить это вообще. Каждых три шага, три шага приносили там десяток овец. Каждых десять шагов. Я не помню точно, но вот примерно так. Одного еще черепца. Вы представляете, что это было вообще? Я не могу представить. Это какая-то сплошная дорога в крови, в киси. И там написано, что даже никто не знал их, сколько там этого было принесено. Вообще, человек своими жертвами способен показать отношение. Что у меня есть в сердце относительно того, кому я отдалю. И мы понимаем, что когда человек приходит к Богу, периодически у нас может возникнуть такая идея, очень интересная. Если я принесу много, то потом он будет хорошо со мной вести себя. Знаете такое, да? Это вот, допустим, чтобы Бог не прогневался, надо ему дать денег. Помните, да? Павел, апостол Шауль, они путешествовали и пришли в одно место. И там были жертвенники. И он спрашивает, вы кого, собственно говоря, проповедуете? Они говорят, мы ходили по вашим святыням и видели жертвенник неведомому Богу. Помните, да? Говорит, вот этого. То есть, иными словами, они, вот люди были, подумайте, они понастроили жертвенники всем известным Богам. И приносили им жертвы. Но они подумали, так, хорошо, значит, мы им даем жертвы, как минимум, они нам не мешают, да, ну, в нашей жизни, ну, как максимум, может быть, помогут. Ну, хотя бы и не мешали, и то нормально, сами справимся, да? А вдруг есть Бог, которому мы не принесли что-то. И если Он появится, мы скажем, а вот это было для тебя. Понимаете, да? То есть, люди были такие... Павел, конечно, использовал это для проповеди. Но смысл? Языческий подход, он направлен, жертвоприношение, вообще приношение язычников, он направлен на то, чтобы войти в договор с Божеством. Иными словами, я заключаю с тобой определенный договор, я тебе даю денег, ты мне не мешаешь. Нормально? Нормально. Скажите, пожалуйста, не похоже ли это на то, как иногда мы приходим к Богу, приходим в общину и пытаемся, например, принести десятину? А? Линеечкой отмеряем 10% и говорим, это тебе. Все? Мы договорились, ты нам мешать не будешь? А это нам. Похоже, да? В чем разница? В чем разница между нашим приношением и приношениями язычников? Друзья, есть ли разница? Есть ли достаточно большая? Потому что жертвы язычников, они направлены в будущее. Боже, или там, Боги, скажем так, правильно. Мы вам дали, а вы не мешайте нам в будущем. В будущем. Когда мы приходим в общину, когда мы начинаем жертвовать или приносить какие-то жертвы для Бога, мы благодарим Его за то, что уже произошло в нашей жизни. Вы помните Ноя? Человек пережил страшные вещи. Потом. Все пробурлило, все утонули, все пропало. Все пропало. Через там кучу дней они выходят с качега. Вы помните, что делает Ной? Совершенно как бы с языческой точки зрения нелогичные вещи. Он берет, строит жертвенник. Зачем? Казалось бы, да? Вот эту животинку убивать, ее разводить надо. Он выражает своей жертвой благодарность Богу за то, что уже произошло в его жизни. Вы помните, что Богу это было так приятно, что он обратился к Ной и говорит, Ной, я хочу заключить завет. Я вас больше топить не буду. И он заключает этот завет со всем человечеством, как с верующими людьми, так и неверующими. Мы до сих пор можем видеть радугу, как знак этого завета. Бог не потопит больше землю. Бог больше землю не потопит водой. Богу понравилось действие Ной. Итак, когда мы приходим к понятию даяний, мы понимаем, что наши дары, наши приношения, это не попытка купить благосклонность Бога. Не попытка откупиться от Него своей десятиной или там двенадцатью с половинами и семью десятыми процентов. Нет. Нет, друзья, это язычество. Это язычество. Если мы приходим к Богу с осознанием того, что все, что мы имеем, это Его дар, мы говорим, Боже, я ложусь сюда, потому что Ты меня благословил. И для меня важно, чтобы твое дело, оно было не в бедности, не в печали, не в труда, ну в таком, знаете, ужасе, когда не за что свет заплатить. И вообще, я хочу, чтобы твое царство здесь, на земле распространялось. Это для меня важно. Я благодарю Тебя, что я стал частью этого царства. Я выражаю свою благодарность. Послушайте, это совершенно другая мотивация. И здесь нельзя говорить просто о десятинах. Потому что с точки зрения Писания, размер нашего даяния, он ни в коем случае не ограничен десятиной. Он ограничен нашим сердцем и нашей любовью к Господу, нашей благодарностью. Благодарностью, друзья. Это было бы странно, если бы мы благодарили под линейку. Это было бы странно, если бы мы приносили детям нашу шоколадку, Они говорили, сейчас, вытаскивает рулетку, ножом ровненько отрезал и, не дай Бог, шекель туда, шекель назад. На тебе, папа. Все, я пошел кушать свою шоколадку. Мы понимаем, что если наши дети поступают вот так, нарушены взаимоотношения. Нарушены взаимоотношения. И вы знаете, когда они хороши? Когда дети говорят, послушай, то забери ее, я с удовольствием с тобой делюсь. Ты мне ее дал, это все равно ты мне купил. Ты ее мне купил. Я, давай пополам, на трель, сколько хочешь, забери все. Забери все, если тебе нужно, если ты сейчас голоден. Мы готовы с тобой делиться, папа. Почему? Потому что мы тебя любим, и ты нам дал это. Ты источник всякого нашего благословения. Ты источник всего того, что мы сейчас имеем. Мы не хотим с тобой устроить взаимоотношения, как язычники, которые ожидают, что вот им заплатят. Мы не идем этим путем. Это не библейский путь, друзья. Это не библейский путь. И мы должны также понимать одну интересную вещь. И если мы приходим, и мы пытаемся договориться с Богом, откупиться от Него, принося какую-то даже серьезную сумму, условно говоря, сюда, да, такую, послушайте, это не означает, что автоматически всякий дар будет принят. Не означает. Вы помните Исайя, первая глава, где Бог обращается к отступившему Израилю? Помните, да? Он говорит, что вы пришли сюда? Жертвы не приносите. Вот у меня в ушах слышно блеяние, беззаконие, кровь, и все остальное. Он говорит, я не хочу ваших жертв. Мне неприятны ваши жертвы. Есть люди, которые приходят в общину, в церковь, в мест, знаете, в такое вот место, там, где они поклоняются Богу. И они говорят о том, что, там, я купил большую свечку, теперь он мне должен. Я ему дал, понимаете, да? Я вот как бы, я купил главный колокол. Вернут тебе деньги. Никому этот колокол не нужен. Потому что дар, он должен быть принесен в правильном сердце. Если мы приносим наши пожертвования, наши дары перед Господом с неправильным сердцем, послушайте, будут ли они приняты. Вспомните Каина, Авеля. Есть огромное количество примеров в Писании. И только из-за того, что у нас нет времени, мы не можем подробно это разбирать. Друзья, но вы должны понимать простой принцип. Давая какой-то дар, нужно быть уверенным, что этот дар, он угоден этому человеку. Понимаете, да? Он просто даже между людьми. Между людьми. Мы иногда думаем о том, что, знаете, стоит кому-то дать денег, и все. И все вопросы решены. Вы знаете, что есть такие обстоятельства, когда деньги у вас не возьмут. Даже большие деньги у вас не возьмут. Даже очень большие не возьмут. Есть разные моменты в жизни. Итак, дар может быть ценным для вас. Дар может быть очень значимым. Но если этот дар не является ценностью для той стороны, которой вы дарите, это не факт, что он может быть принят. Понимаете, о чем я говорю, да? Вы можете принести очень дорогую вещь, но это не значит, что ее примут. Потому что если бы отношения строились на таком порядке, вот если я приношу, например, 10 тысяч долларов, да, и жертвую, и это ценный дар, скажите. Конечно, ценный, правда? Большие деньги. Бог обязан их принять? А мы как бы, ну как бы, как же, такие деньги? Такие деньги. Тогда, смотрите, если бы Бог был обязан, ну, знаете, в чем тогда его сумеренность? В чем тогда его власть? То есть получается, знаете, с Богом нельзя договориться, но за большие деньги можно. Понимаете, да, идею с собой? О том, что, как бы, ну, каждого можно купить, и его можно купить. Не за маленькие, но за большие деньги. Мы принесем ему не одну овечку, а стадо. Два, три. Ну и так далее. Послушайте, это попытка контролировать Бога. Это попытка купить его. И это не работает. Потому что все серебро и золото мое. Уловили момент, да? Это его! Ну как это вообще? Да, это все равно, что мои дети придут ко мне, возьмут свои карманные деньги, которые я им дал, и скажут, значит так, смотри, я тебе даю эти два доллара, слушай мои условия. Смешно, правда? А иногда так делают. Иногда так делают. Иногда бывает, я помню, рассказывали историю про одного мальчика, который там набедокурил, и папа ему говорит, так, Давид, все, ты попал. Тын-дын-дын, перечислил ему пункты там, все. Все, сейчас, неси ремень. Он говорит, папа, не надо. Папа, не надо. Папа, так, я, подожди, 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 папа. Ну, там все серьезно уже было. Я хочу тебе сказать одну вещь. Я тебя очень сильно люблю. Очень сильно люблю. Папа, я признаюсь тебе в любви. И начинает его это самое, говорит, ну все, закончил? Ну, давай ремень все же. Папа, папа, подожди, подожди, подожди. У меня есть три доллара, и они все твои. Он говорит, нет. Понимаете? Мы как дети, которые иногда набедокурим, нагрешим, да? И мы приползаем в общину и говорим, боже. Вот тебе. Не бей. Не надо, пожалуйста. Я же тебе денег дал. Понимаете, да? Это, ну, это очень простые вещи. Но это один из, это не из ключевых моментов, вообще, нашего хождения перед Богом. Друзья, это очень важно. То, как мы даем. Что мы даем. Почему мы даем. Где наше сердце. И принятие или непринятие дара зависит от сердца дающего, от мотива. Мы помним Каина и Авеля, да? И мы помним те вопросы, которые поднимали язычники. И сейчас мы с вами перейдем, я пропускаю достаточно большой такой отрывок, связанный с обеспечением общины, служителей. Можно в несколько? В несколько. Это будет очень сложно. Потому что я хотел бы прийти сейчас к вопросу бюджета. Вообще, этот курс рассчитан, я думаю, где-то на недельное такое преподавание. Поэтому, итак, тем не менее, несколько простых моментов. В Новом Завете, в Брит Хадашам, в период, в котором мы живем с вами, размер наших приношений, друзья, он ограничен только нашей благодарностью и любовью к Господу. И нашей привязанностью к деньгам. Этот вопрос, это вопрос веры и любви. И не стоит подходить к нему с точки зрения каких-то конкретных чисел. 11%, жестко 10%, 15%. Когда мы начинаем в голове держать вот это, мы понимаем нечто, друзья. Мы понимаем, что это может стать для нас попыткой вот такого вот откупа. Я не могу за время дать вам, я могу ответить на вопрос, но я не могу, я... Я не спорю. Я могу до вечера говорить. Вы можете слушать? Хорошо. Разговаривайте. Только объясните нам, что 5% это хорошо, это тоже Богу устроит. 5%? Если ваша благодарность стоит, стоит 5%, то это на вашем сердце. Я, послушайте, я способен учить очень много. Давайте по делу. Итак, по делу. Хорошо. Давайте вкратце. Если что, мы с вами задержимся. Скажите, что вы меня взяли в клен. Да. Вы хотите спать спокойно? Вы уже можете спать спокойно. Вы всего лишь распорядители. Народ хочет остаться до вечера. Можно, да? Да. Мы можем сейчас еще на тарелочку пустить, собрать деньги и пить. Смотрите, друзья. Есть понятие, на которое нужно построить базу. Понимаете? Я могу вам сказать тезисно, но вы не поймете. Расскажите, попробуйте. Вы попробуете? Да. Да? Давайте тезисно. Пфф. На пиццу зажали, я понял. Мы помним тезисом. Да, да, да. Это вопрос финансов. Зачем эта пицца, правда? Согласен. Итак, хорошо. Мы понимаем, что... Я говорю как бы общими понятиями, да? Мы понимаем, что существовало... В периоде вообще человечества существовало несколько периодов, скажем так, да? Период до закона. До... Понимаем, да, что такое? До закона. До торы. До того, как пришел закон. Период закона и период брит-хадаша. В эти разные периоды Бог имел различные взаимоотношения с людьми финансового плана. По-разному был построен институт, вот, скажем, который регулировал все эти вопросы. Мы знаем это, да? В общем-то. И мы говорили о том, что в периоде до закона люди, они приносили дары. Мы, помните, Каин и Авид, да? И были определенные истории, которые, помните, огорчение Каина и так далее, и так далее. И если говорить кратко, мы понимаем, что проблема Каина, она не была в том, что он принес мало, или там, знаете, яблок принес, там, например, да? Или не то принес. Проблема Каина, если мы посмотрим Писание внимательно, была в его сердце. Бог говорил ему, да, что, посмотри, грех лежит у порога, но ты господствуй над ним. Если мы посмотрим на это, я как бы вам говорю тезисно, так? Бог обратил внимание не просто на его дар, но на сердце, с которым он приносил этот дар. И мы знаем, что Авид приносил интересным путем свой дар. Евреям 11 глава 4 стих говорит следующее. Верою Авид принес Богу жертву лучшую, нежели Карин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Вера это то, что являлось основанием праведности Авера. То есть Авер имел веру в своем сердце. И с верой в сердце он приносил Богу дар. И этот дар он был принят Богом. Да? И Богу он понравился. У него было откровение? Вера у него была. Послушайте, для них не сложно было иметь откровение. Когда ты живешь в мире со своим папой и мамой, которые, собственно говоря, знаете, живут без пупка. Так, на секундочку. И помнят, как это было совершенно недавно. Они четко понимали, что есть Бог. Они периодически с ним встречались, наверное, да? А если Бог господствует еще. Конечно, конечно. Итак, мы понимаем, что Евреям 11 глава 6 стих говорит следующее. А без веры угодить Богу невозможно, потому что надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И мы понимаем, что Бога не интересуют на самом деле внешние проявления, даже выраженные в форме принесения даров. Бог показывает свою заинтересованность во взаимоотношениях. Вы подумайте сами, если я обладаю всем, зачем мне стремиться, ну, мне теряется мотив у вас что-то взять, да? Но если это все мое, все мое, мне важно, что вы мне подарите, или мне важно сердце, с которым вы придете ко мне. Конечно, сердце. Правда? Если мы посмотрим на Писание, все крутится вокруг сердца. Все построено не вокруг того, сколько ты имеешь или сколько ты даешь, а построено вокруг сердца, с которым ты это делаешь и как ты это делаешь. Поэтому, когда мы начинаем говорить в цифрах, мы немножко сбиваем момент. Понимаете, да? Мы уже начинаем строить такую жесткую систему, потому что только вот так. Не совсем... Цифры нам голова говорит? Есть я. Цифры нам говорит... Окей. Итак, надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. Не всегда люди, которые приносят дар, они веруют. Знаете это, да? Не всегда. И наша жизнь, она полна таких примеров людей, которые... Вообще, это проблема мировоззрения. Людей, которые приходят к Богу вроде как на святое место, пытаясь что-то получить без веры. Человек, он, знаете, он вообще, ну, он полный грешник, но он идет в церковь ставить здоровенную свечку, потому что раз пошли на дело, я и Рабинович, да? Как поется в старой песне. Но перед этим свечку поставили. Там в сдоку что-то я кинул, там, знаете, как приходит бизнесмен, кровина, говорит, Ребе, скажите, пожалуйста, если я пожертвую на синагогу сто тысяч долларов, я получу спасение в жизни вечной? Он говорит, знаешь, сын мой, вопрос непростой, но попробовать стоит. Это так не работает. Друзья, вопрос непростой. Для Рабы, конечно, попробовать стоит, безусловно. Итак, мы говорили с вами о Ное. Ное отдает Господу нечто, что было достаточно ценным, его не было много, как проявление благодарности за то, что уже произошло в его жизни. Есть контакт у нас, да? И точно так же, как и в первом случае с Авелем, Ной дает своему чувству найти выражение в служении Богу, принеся для него дар. То есть, иными словами, когда мы имеем взаимоотношение с кем-то, когда мы любим кого-то, для нас, естественно, делать дары для этого человека. Правда? Когда парень ухаживает за девушкой, он делает дары, даже если у него мало денег. И девушка оценивает его ухаживание, в том числе по тем дарам, которые он делает. Мы это уже говорили с вами, понимаем этот принцип. Итак, мы приходим к Авраму, в Идее 14 глава, 17-24 стих. И мы находим там историю о Десятине. Это первое упоминание о Десятине. Он отделяет Десятину Мелхицедеку, помните, да, после победы и так далее. И признает, что все, что было приобретено им, получено в дар от Бога. И он выражает Богу благодарность через то, что он отдает 10%. Десятина – это не изобретение Брид Хадаша или периода Синайского. Мы видим это раньше, то есть это период до закона. Есть контакт, да? Итак, мы видим конкретно, что Аврам выражает свое отношение к Богу через принесение материальных даров, а не через жертву, как делал это, например, Ной. То есть он принес конкретно гроши, да, деньги, кесер, принес и отдал. Итак, если мы все это подытожим. Каин и Авель – это первое упоминание о дарах Богу. Дальше мы видим Ноя – первое принесение жертвы всесожжения после потопа. Дальше идет Авраам – первое упоминание десятины после победы над царями. Мы читаем историю о Исааке, который там тоже после материального благословения, есть там целая история, и Якове, о Моисее, когда они приносили нечто, жертвы, благодарения за то, что уже происходило в жизни, уже произошло. Итак, говорим обратно же, коротко. Мы приходим к периоду Синайского закона, когда Бог дарует Тору, и мы понимаем, что Бог в пустыне созидает народ. Это уже не просто один человек, появляется народ, нация. И мы видим, что во Второзаконии 4 главе 8 стихе написано, есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня. Мы видим, что Бог дает закон, дает правила жизни, то есть, которые регулируют взаимоотношения человека друг с другом и взаимоотношения человека и Бога. В рамках не просто личности, но в рамках нации. Это одно из важных моментов. Следующее. Бог утверждает для них место поклонения. Существует место, куда нужно принести это. Правда? Левитам, 26 глава 11-12 стих. И поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И на этом моменте заканчивается то время, когда Израиль поступал так, как ему хотелось. Было конкретно установленный порядок, что нужно было делать. Второзаконие, 12 глава 8 стих. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем. Каждый, что ему кажется правильным. Все. Период до закона он закончился. Бог не выносит своих суждений относительно предыдущего периода существования человечества. Он просто провозглашает. В дальнейшем человек должен поступать по-другому. Просто по-другому. Теперь каждый человек, с которым Бог вступает во взаимоотношения, является частью народа и представителем народа. И судьба каждого еврея неразрывно связана с народом. Есть целостность. И мы понимаем, что народ это более сложная форма, чем семья. Бог дает закон, где он четко проговаривает определенные вещи. Форму поклонения человека. При этом он утверждает институт священства. Да? Он предусматривает финансирование или бюджет этого института. И он предусматривает источники, откуда будут приходить финансы для того, чтобы институт священства мог функционировать полноценно. Аминь? Итак, мы понимаем, что источником финансирования является кто? Народ. Совершенно верно. На который возлагается ответственность в виде жертв, десятин и налогов. А также дополнительное финансирование, оно осуществлялось за счет добровольных пожертвований. То есть человек, он мог приносить больше даже, он мог от сердца принести больше даров и жертв и так далее. Кроме того, Бог предусматривает в своем бюджете программы для слабо обеспеченных слоев населения. Знаем это, да? Кто это у нас были? Это были вдовы, сироты, пришельцы, слепые, глухие, хромые и так далее, нищие. И источником финансирования остается прежний народ Израиля. Не приходили люди в храм, вдовы, например, да? И говорили, дайте нам денег. Но они были среди народа, и ответственность возлагалась на народ заботиться о тех, кто живет возле тебя. Понимаете, да? Это важный момент. Мы сейчас, вот в современном обществе его часто упускаем. Представляя о том, что, знаете что, люди добрые, я вам сюда положил денег, вот и кормите их. Понимаете, да? Но если мы посмотрим, изначально мы увидим, что ответственность за социально слабые слои населения, народа, была возложена на людей, скажем так, если они жили в колене, например, Игуды, то пришелец, который возле тебя. Знаете, такое есть выражение, да? Вдова, которая возле тебя. Сирота и так далее. То есть помоги ей. Люди, которых ты знал. Люди, которых ты не просто, ну как бы не в курсе. Вот что там у нее случилось, я вообще не знаю. Ты знаешь, это твоя соседка, она нищая. И ты знаешь, почему она нищая. И ты помогаешь ей. Не просто так, знаете, как бы, ты конкретно помогаешь человеку, который в нужде. Ты следовал его нужду. Есть контакт, да? Итак, мы видим, что Бог говорит интересную вещь. Второзаконие, 16 глава, 16 и 17 стих. Три раза в году весь мужской пол должен явиться перед лицей Господа, Бога твоего, на место, которое изберет Он. В праздниках пресноков, и в праздник седмиц, и в праздник кущи. И никто не должен являться перед лицей Господня с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей. Смотря по благословению Господа, Бога твоего, какое Он дал тебе. Итак, мы видим, что в период закона Бог желает видеть человека, который приходит к нему. Бог хочет видеть людей. Он сам обращается к Израилю и говорит, приходите ко мне. Но Он хочет, чтобы люди не приходили с пустыми руками. В их руках должно было быть что-то. Должен быть дар. Дар, смотрите, как здесь написано. Что значит, если человек приходит с пустыми руками? Ну вот представьте, я пришел, Бог меня позвал, и я пришел с пустыми руками. Это значит, что либо Бог меня не благословил, да? То есть, все, что, вот как бы, Бог ни при чем. Я работал, я заработал, с какой стати я Ему должен что-то дать. Ну, при чем тут Он? Я ей не принес ничего. Ну, как бы, не вопрос. Либо человек получил благословение, но он не оценил его и не желает быть благодарным за то, что Бог уже сделал в его жизни. Вы понимаете, да? То есть, человек, приходя к Богу, он обязательно должен был иметь что-то в своей руке. И сказать ему спасибо. Понимаете? Не заплатить, но сказать спасибо. Выразить свое сердце, выразить благодарность. Показать просто, что, слушай, я тебе очень благодарен. Я являюсь перед твое лицо. Я хочу сказать, что, слушай, я благодарен тебе. Я благодарю тебя за то, что ты мне сделал. И, итак, понятно это, да? То есть, Бог желает видеть людей, которые приходят к Нему с каким-то даром, благодаря Его. Мы поговорим о финансировании института священства, или священников, или левитов. Число 18 глава с 1 по 32 стих говорит об этом. И мы видим, что Бог посредством закона начал воспитывать Израиль. Он начал в ней вкладывать понятия жертвы и готовить их к пониманию заместительной жертвы, которая будет явлена в будущем через Ишуа. И мы понимаем это, да, что закон был дан для нас, где-то водителям, как Христу. То есть, он приводил народ, как Христу. И мы видим, что Бог показывает Израилю, что они имеют ответственность перед Ним за их братьев, которые несут служение в храме. Так как Бог отдал Аарону и Колену Левия то, что принадлежало ему. Помните, да? Бог обращается к Израилю и говорит, послушай, земля моя, но я тебе ее даю в аренду вечную. Моя земля, но я тебя поселяю на ней, я тебя назначаю здесь распорядителем. Селись, обрабатывай, будь здесь. Мы помним, что когда было распределение земли среди колен, Колену Левия, институт священства, он не получает наравне со всеми уделы. Есть небольшая часть, о которой также Бог говорит. Сейчас мы коснемся. Итак, потомки Авраама, Аарона вернее, священникам, было предназначено следующее. Часть от всего посвящаемого, великое хлебное приумножение, всякая жертва за грех, всякая жертва повинности, все возношения, все лучшее из елея и все лучшее из винограда и хлеба, все первые произведения земли, заклятое в земле Израилевой, да будет твоим написано. То есть, то, что есть заклятое. Все разверждающе ложественно у всякой плоти, которая приносит Господу из людей и из кота, да будет твоим, Бог говорит. Это вот если вы посмотрите числа 18 главу. Десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношение Господу. Итак, кроме вышеперечисленного, есть еще нечто. Бог дает левитам во владение всего 48 городов. Помните, да? По всему Израилю. И левиты, они находились в этих городах. И их функция нахождения в этих городах заключалась в том, чтобы учить людей закону Божьему. Они были рассредоточены по всему Израилю для того, чтобы заботиться о духовном состоянии нации. Это была стратегия, которую дал Господь. И Бог предлагает всем остальным позаботиться о том, чтобы эти люди, служители, они не вели нищенскую жизнь, выпрашивая, а все, знаете, благосклонно их, этих нахлебников, как иногда говорят, да, кормили. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Отношения были другого плана, просто в сердце другого плана. Каждый делал свою работу. К каждому была своя ответственность. Мы знаем, что левиты проживали в этих городах, но все равно сама территория города считалась принадлежащей тому колену, в чьих пределах оно располагалось. Итак, мы можем посмотреть на то, что сделал Господь с нескольких сторон. С одной стороны, Он явил заботу о служителях, несущих служение в храме. С другой стороны, рассредоточил служителей по всем коленам Израиля, чтобы они могли оказывать духовное попечение о народе. А финансовую ответственность Он возложил на Израиль. Аминь? Аминь. Хорошо. И сейчас мы коснемся с вами вопросов десяти. Прежде всего, нужно понимать, что десятина, она очень сильно связана с состоянием сердца человека. И можно было приносить десятину хоть каждых три дня, но это не значит, что Бог принимал эту десятину. Это тоже очень интересный момент. Аммоса, 4 глава, 4-6 стих. Написано следующее. Идите в Эфиль, идете в Эфиль и грешите в Галгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши хоть каждые три дня. Приносите в жертву благодарение квасное, провозглашайте о добровольных приглашениях ваших и разглашайте них. Ибо это вы любите, сыны Израиля, вы говорите, Господь Бог. Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех сирениях ваших. Но вы не обратились ко мне, говорит Господь. Итак, ты мог приносить десятину, но если ты приносил ее в неправильном сердце, Бог говорит, что послушайте, не то, не то ты делаешь неправильно. Ты можешь хоть обложиться благотворительностью, но если ты в своем сердце имеешь неправильную мотивацию, это не помогает, это не созидает. Итак, интересно, что если мы посмотрим, то мы не видим, что есть наказание за то, что человек не приносил десятину. Такого, знаете, что приходила молния с неба, и он умирал. Но происходило нечто. Когда люди переставали заботиться о священниках, священники были вынуждены заниматься хозяйством. Они не могли учить народ. Понимаете, да? Когда народ переставал учиться, он отходил от Бога. И когда он отходил от Бога, бедствие приходило на весь Израиль. Вы видите связь? Приходило проклятие отделения от Бога. В конечном. В результате. Когда сердце людей, оно отчерствлялось, люди переставали заботиться. Приходило разделение с Богом, как следствие этого в будущем. И это достаточно серьезно. Итак, мы понимаем, что Бог не желает, чтобы его дары приносились из-за страха или под принуждением. В чем смысл приношения? В чем смысл приношения? Показать уважение и благодарность Всевышнему и его господство над жизнью. И мы находим интересные виды и порядок десятин в Писании. Мы вкратце коснемся. Существовала так называемая левитская десятина. Первая десятина. Вы можете почитать о ней. Левит 27 глава с 30 по 33 стих. А также числа 18 глава с 21 по 32 стих. Левит 27 30 33 числа 18 21 32. Существовала также Иерусалимская десятина. Вторая десятина. Второзаконие 14 глава 22 27 стих. И второзаконие 12 глава с 5 по 19 стих. А также существовала третья десятина. Десятина для бедных. Второзаконие 14 глава 28 29 стих. И 26 глава 12 15 стих. Правильно это надо понимать, что всего 30 процентов они? Амэет. Не, я сейчас расскажу. Можно будет взять фильм и посмотреть. Я сейчас объясню, чтобы вы понимали. Потому что для некоторых людей это откровение, что было три десятины. Оказывается. Вы представляете? Не 10 процентов. Меня интересует сколько процентов. Я знаю, что вас так интересует. Сейчас мы посчитаемся. Важно понять, для чего и для кого это все. Вот это, да. То, что говорит Леон. Важно понять, зачем это было. Вы должны поменять свое отношение, если оно у вас есть такое, что десятина, это чтобы откупиться от Господа. Абсолютно нет. Это вообще неправильно. Вообще неправильно. Друзья. Это принципиально неправильно. Понимаете? И когда вы линейкой отмериваете только десятину и говорите, не дай Бог, я пожертвую больше. Все больше. Кесарю, кесарю, Богу, Божию. Знаете, как бы. Ой-ой-ой. Вопрос сердца. Итак. Первая десятина. Она состояла из трума в дала, или большое возношение. И трума маосер. Возношение от десятины. Иными словами, человеку он приносил десять процентов для служения левитов, а также часть из этого шла первой священнику. Большое возношение. Она просто делилась. Следующая, вторая десятина. Секунду, Саша. Да. Надо пояснить. Десять процентов шло для Господа. Из них часть шла в Иерусалимский храм, а другая часть, из этих десяти процентов, локальным священникам, которые занимались обучением, обучали народу писания. Тогда непонятно, есть ли какая-то разница. А я сейчас объясню. Сейчас я объясню. Саш, ты можешь? Да, я сейчас объясню. Потому что ты под одной вывеской говоришь, кемосер и кремот. Да, да, да. Десятина первая, божественная, скажем так. Ее какая-то часть шла в храм, а другая на... Нет, вопрос. Трума и Десятина. Моасер и Трума. Два разных слова. Это он потом пояснит. Давайте сейчас... Окей, это... Ну, а большое пожертвование, оно шло первой священнике, но не было установлено четко, сколько это. Сколько ты их пожелаешь? В храм. Первосвященнику именно шло туда. Смотрите, итак, порядок выделения Десятины был следующим. Сначала выделялось Трума-Ак-Далам, большое возношение, которое вручалось Каену, священнику. Его размер был... Ты сам определял, сколько ты хочешь ему дать. Ты просто первосвященнику давал это. Следующее. Из остальной части урожая, который у тебя был, выделялась Десятина. Моасер, Вишон. Первая Десятина. Десятая часть урожая, которая передавалась Левитам. Передавалась Левитам. То есть вот она ушла... Неправильно. Да, не так. А Левиты отдавали Десятину. Десятину. Правильно. Секундочку. А в этом речь, что Десятина, это Десятая часть, а пожертвы, это сколько ты хочешь? Вот первый мешок такой, на нем долго нарисован, это шло в храм. Сколько кто каждый хотел? Десять процентов, это Левита. Правильно? А Левиты давали Десятину. Это уже их бизнес. Левиты уже сами разбирались с этими, они отдавали от своего действия. Да, это уже не нашло. Это не дело народа. Да, да, да. Это не дело народа было. Эта Десятина с Левитского приношения на содержание Левитов по всему Израилю, она направлялась на содержание храма в Иерусалиме и на поддержание служения там. Вы понимаете, да? Да. Уловили? То есть о первосвященниках он выделялся отдельной категории. То есть ему давали люди, каждый от себя, сколько он хотел. Понимаете, с первого урожая. Как пожертвование на то, чтобы поддерживать его служение. Это да, это была особая честь. Уловили, да? Да, да, разобрались. Но это отделялось с первой Десятины, с первого урожая, если мы говорим. Итак, идем дальше. Из оставшейся после этого части урожая владелец его выделял Маасер Шини, вторую Десятину, которую он оставлял у себя для доставки в Иерусалим с тем, чтобы питаться тем самому, семьей и угощать родных и друзей. Вторая Десятина. Это отпускные, правильно, абсолютно. Но если говорить из 100%, это было 9%. Вы уловили, да? То есть, отпускные, абсолютно правильно, отпускные. А вторая Десятина, отпускные, это, которые три раза отнимались в Иерусалим? Да, да. Да. И там написано, что мы понимаем, что была ответственность, надо было прийти в Иерусалим три раза в год, это стоило денег. Прийти не просто самому, но с семьей. И что там нужно было делать? Даже не просто с семьей, еще с левитом, который возле тебя. Там так написано, что если он не может путешествовать, возьми его с собой. Ты за него платишь, конечно. Но вот если ты не отложишь эти 9%, мы говорим от 100%, понимаете? То есть от 100% первых мы отдали 10, осталось 90. Здесь было 100%, минус 10% осталось 90. От этих 90% отдали еще 10%. Осталось 81%. Учила людей считать. Нормально, да? И следующее. Третья Десятина? Да. И в третий год, в третий и шестой год Шмиды выделялся массы, они, Десятина для бледных. Это только в определенной... Сегодня... Да, но все равно, но с кем он калькулировался. Сегодня это аналогия, то для нас... 2,5%. Это битуах лиуми. То есть то, что мы зарплат выплачиваем битуах лиуми, бедные, которые не работают, получают пособие на это, а с нас это вы счет. Если мы уже заплатили, мы можем спать спокойно. Сегодня мы можем с этим делом спать спокойно. Если это приносилось, если это приносилось, смотрите, друзья. Без твоей помощи. Если это приносилось раз в три года, мы можем примерно прикинуть, что, ну, допустим, если на год, примерно 2,5% тебе надо было... А, да, вот годовых отложить. Понимаете, да, идею? Ну, вы должны просто уловить систему. Таким образом, у нас получается здесь сколько? Десять. Да? Здесь девять. А там два с половиной. Сколько всего получается? Двадцать с половиной. Двадцать? 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 Двадцать один и пять. Я просто, чтобы вы поняли, Люфе, вы можете вот по сегодняшним дням, если вы не умеете регулировать деньги, вот эта часть, и вы работаете без остановки. А так вы откладываете, и у вас есть возможность просто с семьей провести нормальное время. Да, ну, это вот мы к бюджету придем и будем говорить... Я прошу прощения. Да, не, правильно, правильно, это правильно, потому что многие считают, что, как бы, они не имеют права, да, как бы, отложить на то, чтобы отдохнуть. Ну, смотрите, когда мы приходим к этой сумме, что-то меняется, правда? Мы понимаем, что не вопрос десяти, уже процентов. Уже как-то это выглядит немножко, мягко говоря, по-другому. Итак, мы проговорили в общем. Дальше идет, вот я бы хотел коснуться вопроса третьей десятины, или десятина для бедных. Мы читаем о том, что эта десятина, она была на поддержание жизни определенных категорий людей. Что же это за люди? В местах писания, которые я вкладал, вам дал, вы сможете прочитать более внимательно. Во-первых, это левит, который у тебя, или левит, который в жилищах твоих. Это левиты, которые жили возле тебя. И если он нуждался, ты выделял для него финансы вот отсюда. Понимаете, да? Семьи разные, семьи большие. Левиты не имеют там достаточно поле... У них были кусочки земли, но они настолько, чтобы жить с них. Они зависели от поддержки всего народа. Следующее, пришелец, или человек, поселившийся в народе, исполняющий все законы точно так же, как и остальной народ. То есть это человек, который прошел геюр, ну так, условно скажем, принял... Гер, да, герценник. Да, условный герой. Не тот геюр, который... Ну, как бы геюр сейчас, да. Ну, он стал частью народа. Но он же не часть колена какого-то. Он живет среди народа, он уже еврей, но у него нет кусочка земли. И на поддержание жизни таких людей, для того, чтобы они также могли прийти в храм, для того, чтобы они могли служить Богу, для того, чтобы они могли исполнить заповеди, также налагалась ответственность на тебя, чтобы ты помог такому человеку, пришелец, который в жилище твоем. Ты его знаешь, этого пришелеца. Следующая категория, это вдова, сирота или люди, о которых некому заботиться. Люди, которые нуждаются. Также ответственность вот здесь. Ты должен помогать им. Следующее. Неимущие. Люди, которые живут бедно. То есть у них что-то случилось, и они там все потеряли, и так далее, и так далее. При этом, очень важно было понимать, что происходило в жизни человека. Мы понимаем, что мы приходим к такому понятию, как «здока». Пожертвование, да? Справедливость. Это не просто милостыня. Это наши действия, когда мы помогаем человеку, и Писание учит нас. Мы можем посмотреть внимательно. Второзаконие, 15 глава, 7 по 10 стих. Следующее. О том, что очень важно не ожесточать своего сердца, не сжимать руки, когда ты делаешь «здоку», когда ты служишь этим. Но открывать свою руку, смотря по нужде там написано, в чем он нуждается. Смотря по нужде того человека, в чем он нуждается. Иными словами, оказывая «здоку», у нас есть ответственность с вами исследовать нужду человека, в чем он нуждается. Мы не имеем права просто слепо давать деньги. Не имеем права вот так вот выкинуть и сказать, знаете, иди. Потому что не всякая помощь – это помощь. Иногда мы просто даем деньги, человек тратит их совершенно безламерно, в его жизни нет места порядку. Он не умирает. Ну, понимаете, да? Он пришел тут сразу же, зашел в магазин, говорит, я умираю когда-то, я помню. Пришла ко мне одна бабушка, говорит, я умираю с голоду, я не это самое, дайте каких-то денег. Я говорю, а что ж там, дети там, то все. Ой-ой-ой, там с ними плохо-плохо. Говорю, ну нате вам деньги. Потом она приходит, говорит, ой, так здорово, так здорово. Они уже со мной общаются. Я пришла, она купила пиццу, начала их угощать, кормить. И они стали ко мне такие, говорю, слушайте, как-то так странно. Тут вы жалуетесь на них, что они вообще, ну, вообще с вами не разговаривают, такие вещи делают. Тут вы приходите и такая вот так вот. Да, и все. Она в тех же проблемах осталась. Понимаете, да? Когда мы даем, не рассуждая о нужде человека, возможно, ему не в денег нужно дать, работу нужно дать. Но для этого ж надо время. Для этого ж надо поговорить. Надо ж как-то узнать нужду. И хочу вам сказать, что обратно же, все этот процесс, он происходил вот здесь, а не вот здесь, вот в храме. Уловили разницу, да? Процесс заботы о неимущих, ответственность, она была возложена не на левитах, а на народе. Те, которые вокруг тебя о левитах заботились. И наша ментальность такая, я принес в общину, вот пускай она о них и заботится. А пускай дают. Что я им мало дал, я им десятину дал. Они должны вот все кормить всех там, понимаешь. А я свободный человек. Понимаете, да? Послушайте, это не библейский подход. Это не библейский подход. Потому что у нас есть ответственно заботиться о тех ближних, которые, о тех неимущих, которые вокруг вас. Ваших соседей, которые сидят с вами вот рядышком. Вы знаете, что у него нет денег. Не ждите, что они должны, знаете, ходить к пастырю и, как говорил Киса Воробьянина, в жанема посижу. Да? А конкретно о том, что если ты можешь помогать, помоги ему. И написано здесь, не ожесточи сердце своего. Давай. Пускай у тебя не будет сердца. Пускай у тебя сердце не скорбит, когда ты даешь. Оно не будет у тебя в скорбях таких. Итак, мы можем еще говорить о том, как именно нужно давать бедным. Но мы переходим к вопросу. Итак, ну, то есть вы разобрались, да? Для себя. Подвожу итог. Священники получали, священники, жертвы, приношения, первые плоды, первенцы, то, что финансы. То есть десятина от десятин. То, на что содержалось все то, что происходило в храме. Понимаем, да? Левиты. Они получали первую десятину. Левиты в храме. Левиты в жилищах. Часть второй десятины и часть третьей десятины. Край поля, забытые маслины, оставшиеся колосья, не обирайте наград до конца. Помните, да? Если сноб, не обивать маслину и так далее. Это была программа. Конкретно Бог говорил. Не забыл сноб, не возвращайся за ним. Пускай это им останется. Все равно не забывай. Ну. А также неимущие или бедные люди. К ним было направлено то, что мы называем цдака. То есть когда помогали, давали взаймы и помогали им решать какие-то вопросы, которые были. По этому периоду есть вопросы? Вопрос вот насчет битуоклиумии. Мы можем иметь в виду, что с этой частью у нас все решено или это не освобождает? А я вас хочу спросить такой вопрос. Простой вопрос. Вы можете исследовать ту нужду? Блоку. Да, может быть здесь какая-то специфика есть, я не знаю. Битуоклиумии исследовала проблемы. Можно я попробую сказать на эту вот тему очень коротко? У меня все эти годы, сколько я верующий, вот всегда вот микрофон, люди вот бедные, что? Микрофон. Бедные, все такое, нужно им помочь, нужно им помочь, нужно им помочь. Знаете, три дня назад или два дня назад кто в интернете читал, одна бабушка в Иерусалиме приютила бездомного бомжа, и он ее убил. Это было пару дней назад в интернете. Я когда прочитал это, вот как бы с плохого, но я понял ответ. В те времена, когда не было социальной защиты, они без вот этих вот денег не выживали бы. Ну, люди нищали, потому что не было социальной защиты, он заболел. Он просто физически не мог работать. Он нормальный человек, но он не мог работать. И он зависел от милосты, ну, милосты, неорганизованной от внешних людей. Сегодня все те, кто не может работать, он получает пособие, он не может на Мерседесе ехать. Но минимум ему нормальное государство обеспечивает. Теперь, то есть, и вот возьми вот человека, и потом ты не знаешь, завтра ты проснешься или ты не проснешься, как эта бабушка. С другой стороны, то есть, вот я вижу, что здесь государство взяло это за наши деньги. Ведь все мы платим битуахлиуми, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то платит 300 шекерей, кто-то полторы тысячи шекерей платит битуахлиуми. И государство на эти деньги им помогает. Но, вот мой опыт, видишь, вот если это копейками, в копейках вопрос, то пожертвуют. Ну, вот я так делаю. Но богатоль, сейчас государство через наши битуахлиуми вот этот момент покрывает. И здесь важный момент. Смотрите, есть как бы момент. Ко мне? А, пожалуйста. Есть важный момент о том, чтобы мы понимали, что у нас есть ответственность заботиться, в первую очередь, о своих домашних. Скажите, пожалуйста, здесь оговорены, например, люди, которые не входили в общество Израиля. Нет? Нет. Да? То есть речь идет, можно так, если так по-простому сказать, о делах семейных. Правда? В рамках одного государства людей, которые были одной веры, это были верующие люди в Бога. Это был Израиль. Это был Израиль. И когда мы говорим о том, что я прихожу в общину, я вижу брата нуждающегося, затворяю от него свое сердце, понимаете, да? Но я спокойно жертвую там нищим где-то по улице, каким-то странным людям, которые иногда ходят там, я не знаю, ходят ли у вас там, у нас ходят, да, и дайте там, и подайте, и то самое. Ты смотришь на этого человека, ты имеешь, ты свободу, имеешь ему дать деньги. Пожалуйста. Но я хочу вас спросить, помогли ли вы в своей общине? Всем. Понимаете? Восполнили ли вы? Я вам честно скажу, я в какой-то момент я просто начал размышлять о том, что я вижу, стоит нищий. У меня большой вопрос, нищий ли он. Но я знаю точно в общине несколько бабушек, которые, вот даже я им дам вот этот долг, они будут счастливы. Я вам честно скажу. И я лучше подойду и им дам. Да. У меня такой вопрос. Давайте как бы вот насчет этой третьей десятины взглянем как бы с другой стороны. Мы говорим про тех людей, кому в древнем Израиле помогали. А вот их самих отношение к первой, второй и третьей десятинам, пожертвованиям и всему остальному. А ничего не менялось? Не освобождалось. Не освобождалось абсолютно. Они были точно так же, как и все десятые части. Они были обязаны приходить в храм, это их не освобождало от этого. Они обязаны были платить десятину и поддерживать левит. Это, послушайте, заповеди и заповеди. И шепку нести, загреться, все что-то. Ну а если... Просто размер этого был меньше. Не принес они там кельца. Поэтому было, да, были предусмотрены голуби и так далее. Как быть с седьмым годом? Швейтар, когда... Хороший вопрос. Слушайте, давайте не будем прямо его нагонять. Не-не-не, я могу ответить, но вопрос, смотрите, мы сейчас... Мы еще не подошли к как бы серьезной теме бюджета, я бы хотел обязательно дать. Поэтому по теме давайте, да? Хорошо? Можно? Саш, ничего. Да, пожалуйста. Как все это... Я понял, что это было в систему. Как все это собиралось? То есть это было доброохотно, естественно, для каждого человека. А зачем это давать недоброохотно? Как это все собиралось? То есть человек... То есть технически как было? Я не знаю, как это было. Возможно, был какой-то пункт, куда люди приходили, приносили, может, привозили. Послушайте, это уже не суть важна, потому что мы сейчас не сможем повторить их путь. Понимаете, да? Для нас немножко другие вопросы. Мы сейчас к них придем. Да, пожалуйста. Я тоже по этой третьей, так сказать, исцеление для бедных. Там говорится как? Недобранный урожай, незасобранная маслина, то-то-то. Он сам приходит, на этой базе немножко поработал, получил свое, как бы сказать, которое он может позаработать. А сегодня, какой купюр, так сказать, ему? Он сидит здесь, выражаясь, я бедный несчастный, пришел к нашу бюджетоника. Так, тут, когда... Который использует верующих и общину, да, и который просто не хочет работать, ленивый. А есть люди, ну, извините, адекватные причины ему помогать. Вполне нормально и правильно по описанию, это праведность перед Богом помогать такому человеку. Окей. Ну что, мы доходим к новому, в период Нового Завета, да, входим? Да. Вам интересно? Да. Хорошо. Мы видим, что существовало... Так, я прошу вашего внимания, либо мы делаем перерыв? Перерыв. Перерыв? Не, не надо. Не надо, не надо. Перерыв. Давайте мы проговорим Новый Завет и сделаем перерыв, и потом поговорим о бюджете уже существенно. Хорошо? Хорошо. Итак, может мы сделаем такую зарядку, знаете, мы писали, мы писали, давайте так... Такая рекламная пауза. Итак, присаживайтесь, мы продолжаем. Давайте вы попробуйте воздержаться от обсуждения, хорошо? И послушайте меня, потому что это же тоже надо донести вам хорошо. Мы говорим о периоде Нового Завета, периоде Бритха Дэша. И мы знаем, что существуют также служители в этом периоде, правильно? И перед всем, так сказать, стоит упомянуть, что когда началось движение все, так сказать, когда уже пришел Ишуа, он воскрес и так далее, мы помним, что храм тогда все еще стоял. Помните это, да? Храм был разрушен намного позже. Еще прошло достаточное количество лет. Мы не видим нигде, что апостолы учили тому, чтобы верующие, они переставали давать десятины, или что вся вот эта ответственность, она снималась с них за содержание левитов и всего-всего-всего остального. Не видим. Правда? Призывов таких нет. Но мы видим, что апостолы возлагают материальную ответственность за служителей Нового Завета на уверовавших людей. При этом они ни слова не говорят о том, что это является заменой жертв, приношений и десятин. Иными словами, вы помните, что Ишуа, он посылает своих учеников, и он им говорит, вы не берите ни сумы, да, там, где можно продукты носить, ни пояса, кошелька не берите. Он говорит, потому что трудящийся достоин пропитания. Эту фразу было известно в то время. Почему? Потому что левиты были трудящимися среди народа Израиля. Они несли слово, они приближали, давали, помогали людям приближаться к Богу. Он говорит, что вы, неся слово, тоже достойны пропитания. Вы трудящийся человек. И после разрушения храма, мы знаем, что институт еврейства, он был упразднен. Собственно говоря, храма не было, все рассеялись, полный бесслот и так далее, и так далее. Десятины нести некуда. Но мы не видим, что перестала существовать ответственность за служителей Нового Завета. По-прежнему трудящийся он был достоин пропитания. Мы читаем Матфея 10 глава с 8 по 10 стих. Там написано, даром получили, даром давайте. Ну, то, что мы говорим. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы, ни сумы на дорогу, или двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Луки 10 глава 7 стих. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Мы знаем, что левиты, они передавали слово бесплатно. И это была их ответственность перед Богом. С другой стороны, народ имел ответственность перед Богом за то, чтобы левиты не нуждались. И если левиты не получали поддержки от народа, это все равно не снималось с них ответственность нести слово. Если народ, скажем так, не получал поддержки от левитов, это все равно не снималось ответственности с народа на содержание. Ответственность была перед Богом у каждых из этих категорий. Есть контакт, да? Трудящийся достоин пропитания. Очень интересный момент. Первое Коринфянам, 9 глава, 6-11 стих. Апостол Шауль говорит следующее. «Ибо один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой он воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, не загождая рта у вала молотящего. А валах ли печется Господь? Или, конечно, для нас говорится. Так, для нас это написано. Ибо кто паше, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли ваше дурное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? И 1 Тимофея, 5 глава, 17-18 стих. Достойно начальствующим пресвятарам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит, не заграждая рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей. Мы видим здесь очень достаточно категоричную мысль, которую доносит Павел. Павел говорит, что он и варнава имеет власть не работать, но имеет власть жить на содержании тех людей, кому они служат. Понимаете, да? И слово власть это очень интересное вот вообще слово. То есть человек имеет право, человек имеет конкретное право, и власть это призвание от Бога. И я думаю, что сегодня многие бы нашли, знаете, такую идею интересную, о том, что послушайте, я в общем-то согласен. Давайте я буду не работать, а вы будете мне там деньги нести. Да? Ну, красота. Хорошо бы придумал. Но здесь нужно понимать, что есть такое слово, как призвание. Если Бог тебя призывает, Он дает тебе власть. Если ты пастырь, Он дает тебе овец. Нельзя просто так себя назначить вне Божьего призвания. Нельзя просто прийти и сказать, вот я так решил. Мы знаем, что если мы говорим о Синайском периоде, Бог конкретно поставил людей. Он назначил и Он дал им власть получать десятины, приношения и так далее, и так далее. Но у них была ответственность нести слово и приближать людей к Богу. Аминь. Одно дело иметь власть и не работать, другое дело требовать денег. И Галатам 6 глава 6, 10 стих говорит следующее. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечно. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим». Мы понимаем, что Бог посылает своих служителей и обеспечивает их через тех людей, которые принимают его слово. И мы понимаем, что если люди не обеспечивают служителей, если пастырь живет, знаете, в таком состоянии, что он лишний раз боится копейку потратить, потому что, не дай Бог, о нем подумают, что он там, знаете, наживается, или там еще как-то, это не совсем правильный, это вообще неправильный подход. Потому что левиты получали не милостыню, не милостыню, друзья, от Израиля. Это было их право. И они могли, знаете, этот кусок в горле не застревал. Потому что Бог сам устроил так это, так установил порядок. Поэтому есть ответственность за то, чтобы служители Нового Завета, они имели поддержку от тех людей, которым они служат. Аминь. Сколько мы должны жертвовать, если исходить из понятия Нового Завета. Я вам скажу следующее. В Новом Завете размер наших приношений ограничен только нашей благодарностью и любовью к Господу. И нашей привязанностью к деньгам. Это вопрос нашей веры и любви. И не стоит подходить к нему с точки зрения закона, когда мы начинаем высчитывать все очень четко, там, знаете, как бы десятина, девять, двадцать один и пять, и так далее, и так далее, и так далее. Мы не откупаемся от Бога своими десятинами. Но мы понимаем, что в нашем жертвовании у нас есть также ответственность перед нашей семьей, перед теми, кто в наших домах. То есть мы, даже жертвуя, мы не можем отдавать все. У нас должно что-то оставаться. Поэтому я не привязываюсь к понятию десятины. Я привязываю то, о чем я говорю, к понятию сердца. Я привязываю к понятию сердца. Если вы скажете, ага, мое сердце говорит пять процентов, я вам скажу, вам сложно? Сложно, потому что проблемы с сердцем. Вы помните, когда Ишуа, он говорил о том, что есть такая штука, как праведность книжников и фарисеев, да? У них была праведность, которая отмеряла все до копейки. Он говорит, ваша праведность, она должна превосходить, она должна быть больше. Они давали десятину, они давали больше. Друзья, мы имеем в сердце благодарное Господу. Почему бы нам не давать больше? Почему бы нам не давать больше? Столько, сколько наполняемся мы этой благодарностью, как это получается, почему бы нам не давать больше? Итак, мы говорим о том ближних, да, сироты, вдовы. Мы находим в Новом Завете достаточно много упоминаний мест Писания, я не буду сейчас все зачитывать, где говорится о том, что чистое непорочное благочестие перед Богом и Отцом, фрезерат, сирот и в дом, помните, Якова, и так далее. То есть есть множество мест, которые учат нас заботиться о ближних в Новом Завете. Итак, мы видим, что Новый Завет говорит о тех же категориях людей, которые упоминались в период Симайского Завета. Это священники и левиты, или служители, да, семья, ближние, так и остается, семья и ближние, мы имеем ответственность заботиться о них, а также неимущие, сироты, вдовы, странники. Это также наша ответственность. В Новом Завете мы понимаем, что мы приходим к понятию закона царского, закона любви, и он не ограничен, любовь, она не ограничена в том, чтобы давать только 10%. Вы свободны давать больше. Проявите эту свободу, наслаждайтесь этой свободой, благодарите Бога за эту свободу. Хорошо. Два вопроса можете задать. В чем же тогда разница между между Метро Заветной и Стеной и Левитой? И там можно было от сердца твоего дать столько сверх того, чтобы... Разницы нет. В этом это не разница, это осталось. Сердце – ключевой орган, который определяет сумму. Не математика. Сердце. Ты можешь дать больше, это твоя привилегия. Помните, как Давид, он строил храм, он говорит, кто я и дом мой, что я могу столько жертвовать? Помните Якова, который перешел поток и потом возвращался к Саву? Он говорит, Боже ты мой, я с одним посохом перешел вот этот поток. Три стана у меня, как я тебе поток и дарил. Помните, да? То есть в сердце – это ключевой калькулятор нашего даяния. Еще вопрос? Это не вопрос, Игорь, это вопрос. У меня вопрос к залу. Мы хотим еще слушать, правильно? Мы переходим к ключевым. Мы переходим к ключевым. Все будут раздавать, вот там, корзинку на себе. Хорошо, 10 минут, да, наверное, или так? Почему? Будь я не здесь, мы забыли. А, ты хоть перейдешь? Я думаю, что… Нет? Не надо перейдешь? Думаю, кофе я вам принесу. Да, мне принеси кофе, Лена, пожалуйста. Окей, хорошо. Ну, здесь я попрошу, чтобы вы тоже были внимательны. Собирайте себя, так сказать, в кулак. Мы построили серьезную базу с вами. Все, собираюсь. И сейчас мы будем обсуждать практические вещи. Хотя это тоже было очень практическим.